здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем вот такие вот слитки тапочки смотрите без шва на подошве с такими симпатичными бантиками сзади и спереди для тапочек слитков не понадобятся спицы три с половиной миллиметра пряжа 180 метров 100 граммах полушерсть у меня голубая и чуть-чуть немножечко у меня большой моток но этого совсем не буквально пару метров красной пряжи и набираем мы на спице 9 петель всего лишь и вяжу лицевыми петлями вот эту часть то есть платочной вязкой так провязала я 7 рядов далее переходим на чулочную гладь то есть на лицевые петли лицевом ряду лицевые петли в изнаночном изнаночные так два ряда провязали и теперь будем делать наши бантики первую петлю снимаем одну петлю провязываем привязываем к основной нити вспомогательную привязали теперь делаем таким вот образом оставляем на лицевую сторону красную нить вяжем 5 лицевых 45 теперь теперь перебрасываем ее на изнаночную сторону таким вот образом и оставляем за работой все такую протяжку мы сделали и навязываем до конца ряда лицевая кромочная изнаночный ряд снимаем кромочную 1 изнаночная перекидываем нить 5 изнаночных возвращаем ее обратно то сделали еще одну протяжку то есть между вот этими перебросами у нас 5 петель и по концам по краям две петли вот смотрите у нас теперь уже две протяжки вот они снова лицевой ряд снова точно также кромочную сняли одну лицевую провязали в перебросили вперед теперь перебросили назад вот так вот довязали до конца ряда 3 нитки у нас видите и последний ряд то есть всегда у нас между этими протяжками 5 петель только единственная разница что в лицевом ряду мы у нас протяжка спереди а в изнаночном ряду протяжка сзади вот так вот и навязываем до конца ряда теперь вот эту нить мы не обрезаем и и оставляем потому что у нас еще три бантика теперь вяжем кромочная 1 лицевая вторая третья теперь вводим спицу под вот эти вот наши протяжки отсчитываем 1 2 3 в третью петлю от верха мы из нее вывязываем такую петлю одеваем ее на спицу и провязываем 2 вместе то есть эту петлю и следующую петлю мы провязали вместе вот вот таким вот образом у нас получился бантик довязываем до конца ряда видите и изнаночный ряд вяжем без изменений следующем лицевом ряду снова все повторяем и в лицевом ряду повторяем и следующий бантик который мы вяжем вот из этой нити которую мы не обрезаем и еще три бантика вывязываем всего их у меня 4 штуки смотрим и хорошие видите у меня 4 бантика вот такая ровная полоса сзади я вот когда закончила 4 бантик нитку привязала теперь мы будем расширять нашу деталь для этого после кромочная делаю такую воздушную петлю и перед кромочная тоже делаю воздушную петлю и изнаночная так изнаночный ряд вяжу изнаночными петлями всего таких добавлений я делаю 10 с каждой стороны смотрим девчонки добавила я по 10 петель с каждой стороны теперь у меня на спицах 29 петель далее я добавляю еще по 5 петель с каждой стороны но эти пять петель я буду вязать лицевыми петлями и в лицевом и в изнаночном ряду вот так вот этот уголок у нас будет выглядеть вот видите последние пять петель я по одной петелечки добавляла и вязала их платочной гладью то же самое делаем здесь смотрим видите вот они девчонки мои пять петель то есть кромочную я не считаю всего пять петель платочной глади и с этой стороны тоже вот далее я продолжаю вязать ровно я закончила с добавлениями в этом моменте то есть на спицах у меня 39 петель всего добавила я 30 по 15 с каждой стороны и было у меня 9 петель теперь я вижу ровно без добавлений все-таки я решила обвязать столбика смотрите мне кажется так лучше когда обязана но с удовольствием выслушает ваше мнение теперь моя ступня в этом моменте вот видите вот здесь я провязала сектор ровно но у меня здесь 10 сантиметров а всего вот если вот так вот посмотреть так вот начало у меня 20 сантиметров видите это минус 4 сантиметра длины ступни снут поступня у меня 24 сантиметра то есть 4 сантиметра я не довязываю это у меня будет на вот эту усадку видите вот еще мы будем вывязывать здесь вот эту часть меряйте свою ступню вяжите эту часть а вот этой частью корректируйте то что то есть чтобы в итоге вот сама вот эта часть у вас была длина ступни минус 4 сантиметра ориентируется далее мы будем вывязывать вот эту вот так называемую пяточку это самая натуральная классическая пятка вяжем 15 петель с этой стороны и 15 с этой у нас будет это наши пока и средний вяжем вязать будем средние 9 петель вот они вяжем первую петлю снимай 1 2 3 4 5 6 7 8 и вот она 9 и 10 провязываем вместе то есть 9 и одну петлю с этих наших пятнадцать провязываем вместе поворачиваем первую петлю снимаем то считаем 1 2 3 4 5 6 7 8 вот она 9 и 10 провязываем вместе и так будем все время делать то есть если считать вот это первая петлю то мы провязываем 8 петель а 9 10 провязываем вместе далее мы будем вывязывать наш бантик точно так же как мы делали в начале кромочная петля 1 лицевая привязываем нить перебрасываем нить и вперед провязываем 5 лицевых петель перебрасываем нить назад все точно так же только вот здесь вот 8 и 9 10 мы провязываем вместе то есть одна петля из этого центра одна петля сбоку так она будет таким образом у нас эти края будут уменьшаться здесь мы снова перебрасываем так как мы делали снова 8 9 10 вместе и так продолжаем вязать вот эти наши центральные 9 петель вот они этом вывяжем 3 бантика далее я вам покажу так смотрим девчонки видите у меня уже я продвинулась на 3 косички теперь я провяжу дети нитку я привязала уже я провязываю последнюю к себе банк последний бантик косичка видите сказала бантик девчонки ошиблась теперь вот видите я уже перехожу на эту платочную вязку и теперь в изнаночном ряду я буду вязать лицевыми петлями чтобы у меня соответственно были было тоже здесь платочная гладь тут лицевыми петлями закончу этот пятачок вот единственное что здесь я буду вязать кромочную не лицевой а изнаночной чтобы не получалось у меня здесь косичка в лицевом ряду изнаночном ряду вяжем лицевыми так вот смотрите уже провязала я сколько у меня здесь пять таких ряду и вот осталась одна петля у меня последняя здесь я провязала последнюю петлю отсюда с этого сектора и когда у меня остается последняя петля из боковых секторов я петли закрываю вот здесь вот три вместе последние три вместе эту ниточку я продеваю вовнутрь так теперь девчонки сборка первым делом берем вот этот вот хвостик и совмещаем вот видите где у нас скос идет этот угол мы даем на начало скоса здесь я как обычно я начинаю чуть дальше чтобы узел у меня не выглядывал хотя мы сейчас будем обвязывать и нам это не принципиально теперь девчонки вот видите где у нас начались добавления я это у меня мой изгиб вот я им так вот прям намечу вот так вот вот и вот это вот место мне нужно вот так вот распределить равномерно шить я буду за кромочные аккуратненько но при этом верхняя часть у меня будет натянута так вторую половину девчонки снова наш видите уголок где начались вот уголок и вот этот уголок совмещаем здесь я начинаю вязать от вот этого угла видите у нас нижняя часть она и не и снова при посаживая нижнюю часть мы сшиваем то же самое так вот равномерно я распределяю и сшиваю вот и все девчонки а теперь нам остается обвязать обвязать обвязывать эту крючком 4 миллиметра вы возьмите какой вам удобен просто столбиком без накида я одержу этот тапочек вот образом здесь через одну петлю вернее два раза в каждую и одну пропускаем 1 2 и 1 пропускаем далее в каждую кромочную вот я довязала до конца ряда теперь замыкаю полустолбиком и еще парочку вот так вот продвинуть и все мои хорошие теперь еще проделу на так вот такие вот следочки носочки у нас сегодня мой хороший вот они на этом все я с вами прощаюсь с вами была века и школа рукоделия вяжем не забываем выставлять в инстаграм с хэштегом вяжем с витой и потом увидим и потом следить за новыми видео возможно ваша фотография будет в следующем видео вот на этом все мои хорошие с вами была века и школа рукоделия с вами прощаюсь всем пока пока и